Говорить мы будем о очень сложном и важном. Ну, никто же не скрывает, да, много вышло материала в западной прессе и залужной, и не только, о том, что есть некий тупик, тупик на фронте. И тут есть две точки зрения, которые высказывают разные аналитики. Кто-то говорит, что этот итог, это заявление помогает Украине, потому что конгрессмены теперь должны зашевелиться. Есть конгрессмены, которые просят это камсы, бьющие намного дальше, чем те, которые есть сейчас. Ну, и есть те конгрессмены, которые говорят, о, так они же сами признали, что все плохо, зачем еще помогать. На ваш взгляд, в тупике ли мы и что делать? Смотрите, вот удивительная вещь, это тупик все-таки в большей степени извне привнесенный в ситуацию, поскольку, ну, понятно, что я не просто так в Киев приехал, да? Вот, я много чего увижу и много с кем поговорю, поэтому я вот не обнаруживаю тупика в самой Украине. Несмотря даже на интервью заложенного экономиста, я все-таки свожу это прежде всего к действиям самого Запада, в котором бушуют процессы. В Америке это внутриполитический процесс, и выражением его как раз вот эти бюджетные проблемы, связанные с помощью Киева, являются, и незачем тут пытаться какие-то привносить еще причины, какие-то еще обоснования. В Америке идет предвыборная кампания, которую, будем честны, нынешняя администрация пока проигрывает. Где по объективным, где не по объективным причинам, но она ее проигрывает, потому что очень легко критиковать ее за все, что происходит, и связанное с Украиной, и с Израилем, и по другим основаниям, да, и республиканцы этим пользуются. Печально, что они инструментом этого давления избрали именно военную помощь Киеву. Такое мое мнение. Что касается Украины самой, как и все, естественно, всем надоело воевать, смерть бесконечная и так далее, но значит ли это, что Киев готов отступиться, пойти на переговоры, о которых сейчас все больше говорят? Я еще раз замечу, я не раз об этом говорил, что я с лета говорил о том, что будет усиленное давление, но не то, чтобы я говорил, я отражал точку зрения и Кулеба то, что высказали, и сам президент Зеленской Генеральной Ассамблеи, он говорил о том, что тут разные тут суетятся по поводу переговоров. Это же тоже не на ровном месте возникали подобного рода информации. Пойм объективно. И вот она сейчас достигает, ну, близкой к кульминации точки. Причем почему именно сейчас? А потому что возник новый конфликт на Ближнем Востоке. Очень удобно Москве, который даже уже представитель Израиля, он говорит, ну, конечно же, Москва, посмотрите на них, Кремль использует эту ситуацию для отвлечения внимания от своей агрессии в отношении Украины. Ближневосточную ситуацию манипулирует ею. Ну, мы не знаем, как долго ему это удастся делать с учетом быстро развивающейся ситуации с Хамасом, с заложниками и так далее, посмотрим. Но то, что Запад выбрал частично, не окончательно, не терминально, возможность для себя понудить Киев к переговорам, не публично, кстати. Вы не услышите об этом публично, что надо бы Киеву пойти на переговоры с Москвой, о мире, прекращении огня и так далее. Нет, это делается все не публично. Не публично. И, кстати, проведение выборов в апреле следующего года президентских, это один инструмент в давлении. Один из инструментов давления. Но, тем не менее, настроения эти на Западе есть. Не надо засовывать голову в песок и обманывать себя. Безусловно, они есть. Потому что проще договориться и отдать, так сказать, оставить под оккупацией какие-то территории, но что-то получить взамен от Москвы. С учетом прекращения, в принципе, боевых действий и возможности, каким-то образом, некоторые проблемы для Украины решить. Ну, в частности, там, вступление в ЕС. Сегодня Вандерляйм, кстати, в Киеве. Вот. Тут видно, что город перекрыт. Такое шею. Вот. И как-то попытаться все-таки, ну, НАТО не НАТО, но предоставить гарантии Киеву на те территории, которые он контролирует, 80 с небольшим процентов, чтобы их уже Москва не попыталась аннексировать, в дальнейшем оккупировать. Взять паузу, подготовиться к войне и наступить с новой силой. Никто, ни один нормальный человек не верит, что Путин, он чистый вордалак, конечно, отступится от своей цели. Вот последний риторик, последний день, посмотрите, он говорит все то же самое, но только с каким-то особым вдохновением. Помните, они раньше говорили, мы начали, вот вы сожалеете о том, что типа в феврале начале прошлого года против Украины эту войну, ну, так называемой специальной военной операции. Он раньше, как, знаете, отвечал? Он отвечал, нас вынудили, иначе бы они на нас напали. А сейчас он вообще заявил, что, говорит, они на нас напали. Я вот думаю, они д***ли или нет. Вы извините, конечно, Алена, ну, просто на кого это рассчитано, понимаете? А я вам отвечу, на кого это рассчитано. Это рассчитано прежде всего на некое, ну, заговаривание зубов, как раньше по-русски говорили. Давайте говорим, что они на нас напали. Ну, как, это же мы напали, типа скажут, ну, а как же мы так будем говорить? А какая разница, белая и чёрная? Давайте говорить. И причём это говорит не Вася Пряник какой-то, понимаете? Это заявляет, ну, типа глава государства, который прямо открыто говорит, они же на нас напали, вот мы и начали. Поэтому как же мы в феврале, сожалеть о том, что мы начали эту военную операцию? Понимаете, и Запад, вот что бы мы там ни говорили, он программируется на эти вещи. Он считает, что, ну, достигли эквилибрия, военное равновесие, мы впихиваем ресурсы, ничего не происходит. И сам же заложенный говорит, ну, это же невиданное дело, 150 тысяч взять и угробить. Только за момент вот этого периода контрнаступления. Просто взять и ухнуть 150 тысяч российской стороной. Ну, то, что сейчас происходит в Авдеевке, в других участках фронта, ну, слушайте, это же чисто, значит, расход биомассы. Просто, там, сказать, скалы из трупов. Горы такие, невероятные. Из одних сплошных трупов. И то, что на это не реагирует общественное мнение в России, ну, условное мы его называем, общественное мнение, или, там, назовите его, там, обывателями, которые готовы на этот молох своих, значит, родственников приносить. Это уже удивительная, невиданная в истории вещь. Нет, ну, мы видели такое, там, Тамерлан или Сталин, ничего не меньше на этот пьедестал возносили количество этих гортрупов. Там, империя инков, тоже, кстати, отличалась тем же самым, но это казалось, ну, 21 век, вы понимаете, ну, 21 век, а они готовы. И народонаселение в России готовы с этим, как бы, ну, в общем и целом, примириться, или даже не обращать на это внимание. Конечно, Украина столкнулась с совершеннейшим машиной, самопожирающей машиной, которая, в общем, безоглядно готова продолжать эту войну, они ее называют затяжной, и так далее, не считаясь с этими потерьми огромными и так далее. Украина себе этого позволить не может. Знаете, бурление всего, что происходит в Украине, в том числе связано. Война идет долго, каждый день люди умирают, погибают, солдаты на фронте, мирное население, которое обстреливается. Если мы не можем их победить в ходе контрнаступления, давайте, быть может, искать другие спорты. Конечно, и безусловно, основная, так сказать, масса населения, люди, граждане, они в Украине не готовы жертвовать территориями, за которые палит так обильно кровью. С чего бы то они должны согласиться подарить, не знаю, левый берег Днепра, Донбасс, Крым, Запорожье, оккупированные части. С чего? Почему? За что? Но на Западе они же, вы понимаете, на дистанции. это все изучают. С ревизионного расстояния. Ну, что вы там, типа, ну, заберут они там этот кусочек 18-19%. Ну, и что? Зато война прекратится, зато нам не надо будет ничего, налогоплательщиков объяснять. Мы, скажем, результат достигнут. Я вот как раз рассказывал об этой версии, что для Байдена на выборах это была выигрышная ситуация. Все прекратилось, всему конец, больше никого не убивает, но Украина же сохранилась. Это я, я Байден, и моя администрация сумела защитить Украину в той степени, чтобы ее сохранить, а не так, как ее собирали за три дня погубить ее суверенитет и так далее. Ему бы была бы эта комфортная ситуация. Безусловно, комфортная. А, так сказать, для Украины она дискомфортная. Сегодня Зеленский открыто заявил на пресс-конференции на брифинге по окончанию переговоров с Вангерлией. Он сказал, нет, а мы, говорит, не готовы пожертвовать территорией. Вот наша позиция. Он же тоже не просто так заявляет. Значит, разговоры-то идут и кто-то говорит, слышь, Володь, ну, надо как-то там что-то давай, мы как-то, может, сманеврируем туда-сюда. Это невозможно продать гражданам Украины, общественное мнение в Украине, невозможно. Ни один президент Украины не готов этого сделать, потому что это самоубийственный шаг во всех отношениях, историческом, там, не знаю, там, политическом, военном и так далее. Просто самоубийственный шаг. Тот, кто это заявляет, ну, как бы, это человек, который не за будущее Украины заботится, а за сиюминутное. Почему? Помимо всех прочих аргументов, потому что война тем самым не прекратится. И поэтому, не называя фамилий, там, некоторые, кто говорят о мирных соглашениях, что типа в обмен на античинство в НАТО, а вы знаете как? А разве Россия предлагает взамен что-то за мир и с Украиной? Разве они говорят, что согласны с определением Украины в НАТО, гарантии безопасности, ЕС и так далее? Разве так размин звучит? Я вот не слышал такого страны России. Я слышу пробумение о том, что мир будет обменен просто на то, чтобы прекратиться огонь, и этого как бы минимально достаточно, чтобы в том числе, кстати, Россия перегруппировалась, поднабрала вооружений, пополнила состав, произвела реформы, необходимые в армии, чтобы напасть снова. Вот так это выглядит ситуация, и обманываться здесь не стоит, вообще не стоит. Поэтому предпосылок для мирных переговоров, которые прекратили бы окончательную войну даже ценой потерь, я, например, не вижу. И не вижу, что для этого созрели условия, как минимум. По-моему, так сказать, Москва, вот сейчас уже определенно можно говорить, использует ситуацию на Ближнем Востоке для того, чтобы решать свои проблемы в Украине, давя на западные степлишки. Вот так я это расцениваю. Нету ни единого хорошего или легкого выхода из этой войны, когда вы говорите об инициативе, которая сейчас очень, действительно, широко обсуждается в Украине, обмен территорий на вступление в НАТО. Вы абсолютно правы, когда говорите, сори, а где это предложение? Вивик Рамасвами, да, он маргинал, да, он... Это вообще мудак, извините, Алена, это же вообще... Но он говорит, мы отдаем украинские территории нахрен России, мы забираем Россию под согласие, что они не лягут под Китай, и все, и мы гарантируем, что Украина не вступит в НАТО. Поэтому не нужно заблуждаться историей, что нам обменяют хотя бы какой-то клочок украинской земли, политой кровью, на вступление в НАТО. Это абсолютно недееспособный план, и вы правы, когда говорите, наши украинские эксперты, пускай не публично, но еще год назад сказали, что это для нас поражение оккупация наших территорий и сохранение другой части Украины. А для американцев действительно будет аргумент, ну так, Киев-то, чей выше остались целостным государством. Поэтому очень важно нам это не допустить. Мы процитировали слова Залужного про 150 тысяч. Фактически главнокомандующий сказал, что это была моя ошибка. Я думал, что 150 это цена, которую Россия не сможет вынести, не сможет... Она развалит все. Тогда я вас, Марк, отталкиваясь от этого заявления, цитаты языков на месте, я спрошу, а она вообще существует? Хотя бы какая-то цифра? Где слабое место Российской Федерации? Мы ищем его два года и ищем не одни. И пока не нашли. Но это вот важный вопрос. А действительно, сколько этому молоху должно быть принесено в жертву, чтобы это как-то стало ощутимо в разных отношениях? Там и демографические, и экономические, и политические, что убивает половозрелых, мужичков, которые, собственно, могли бы производство налаживать и приносить пользу народному хозяйству. Ну так, по логике, давайте упростим задачу. Потому что какие они там производители, там тоже, в том числе, пополнение популяции, это еще так, да, ну, наверное, какие-то же люди погибают, не семидесятилетние, не пенсионеры же, гибнут люди, ну, в зрелом возрасте, там, вот, будем считать, тридцати, может, чуть меньше, и до бесконечности. Но это люди, которые, отцы семейств, у которых дети, у которых жены, да, и вот таких сто пятьдесят, например, вырезали, а там, ну, по цифрам генштаба ВСУ, триста. Ну, допустим, это триста, да даже если двести пятьдесят, а двести, это маленькая, да даже если сто пятьдесят, это что? А вы понимаете, и раньше я думал, что какая-то граница есть, например, полмиллиона ушарахают, и как бы, ну, не, ну, сколько мы не знаем. А вот вы знаете, сейчас я вот чувствую, что, скажем так, эта граница не определена, мы не можем сказать, что если погибнет пятьсот тысяч, война не продолжится, а остановится. Вот я сейчас не решусь это сказать. Так же, как раньше, помните, говорили, а где та точка, за которой там эстеблишмент, властный класс в России скажет, а зачем на это все? Вот мы, единственный региональный центр Херсон взяли и потеряли, давайте вот, типа, остановим. А этого же не произошло, они потеряли Херсон обратно. Ну, и значимую часть территории потеряли, и они стояли вообще под Киевом, в Гастомеле, в Бородянке, в Буче и так далее. И выяснилось, что нет, такой границы нет. То есть, даже если будет там освобождены и какие-то другие значимые места, там, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, ничего не произойдет такого, чтобы могло бы по способности отрешения, Путина, прекращение войны, так и с этим вопросом относительно цены, которая там, живого материала, мяса будет заплачена, которая является неприемлемым, недопустимым ущербом, который, как издержка, не может быть принято обществу. Выходит, что нет, понимаете? Во всяком случае, это не граница в полмиллиона или в миллион. Получается, что нет. Выходит так, я не потому, что это не может произойти по другим причинам, потому что возмущение, которое единственное мы видели, это было выступление 23-24 июня Пригожина и его Чаваковагна. Но они же с другими лозунгами выступали, с другой констатацией, правда, используя риторику о том, что попросту зря, народ израсходовали. Там это звучало. Но говорилось же о чем? Что не так воюем, что нам мешают Шойги и Герасимовы. А вот если были Вася или там Петя, другие, то мы бы воевали лучше, меньше бы теряли и до Киева добрались. Вот какая продавалась народу риторика. При том, что, ну вот тут Левада-центр публиковал опросы и еще что-то, что типа, в общем, если власть высшая примет решение прекращать войну, то все поддержат. Ну а вот нет сомнений. А вот не очень понятно, это не Путин же умирает, не его там внуки там или кто там, дети, любовницы. Ему-то что? Ему-то какая печаль? Погибаете вы? А народ сам себя не осознает, что это он платит цены. И это беда не имеет арифметического определителя. Ну, знаменателя. Потому что если мы точно скажем, давайте еще угрохаем их в 350 тысяч, и они останутся и поймут, что же мы делаем? Мы же вообще расходуемся, по что зря. А вот нет этого. Вот мы этого не видим. К сожалению, эта констатация единственная верная. Поэтому, наверное, когда они принимали решение о затяжной войне и вообще о всем, а линия Суровикина, видимо, была построена именно для этого. Ведь они же по логике должны были бы наступать на Киев, нахрена вам лепить три линии обороны, минные поля, если вы собираетесь наступать. А они не собирались наступать. Они собирались замкнуться в этой линии фронта, которая вот она была, и уже ее удерживать. тянуть как минимум до выборов ноября 24-го года в Вашингтоне. Ну, в Америке для того, чтобы сменилось там руководство Соединенных Штатов и уже играть с ним на новых досках, так сказать, шахматных с Трампом или там кем-то еще. Я думаю, вот так. И если до этого, до ноября надо будет заплатить 500 тысяч, хотя динамика она немножко ниже, ну, хотя, кто ее знает, может, она интенсифицируется, то они не видят в этом проблему. Ну, 500 погибет. Что им показывают? Я смотрю. Он, значит, мальчик. В фуражечке стоит мальчик. Он его, значит, приобнял, сучка, и говорит, ну, что, говорит. Папа, говорит, погиб в феврале 24-го года. Он ему, говорит, папа, а, говорит, братик есть? Да, говорит, братик есть. Пять лет, говорит. Ой, говорит, хороший возраст. То есть он его оставил, значит, сиротами вот этого фуражечки мальчика. И, значит, прижимает. А что ж ты, сука, сам не воюешь тогда? Что ты этих детел оставил сиротами? Ну, они, ладно, они там, он не понимает, что говорить. Ради чего ты их оставил сиротами? Они же не понимают, они гордятся. Я, говорит, как папа хочу. Ты как папа хочешь в пакете уехать обратно? Это же к чему же детей-то они готовят-то? Вот, видимо, это показательность уже. В том его смысле, что, пожалуй, мы столкнулись с ситуацией, о чем заложенный правильно совершенно хладнокровно констатирует, что, но мы не готовы, сказать, перемалывать столько, костей и мяса живого в этот, помните, был суповой набор, ну, вы, наверное, не застали, вы слишком юные. Там продавали без мяса кости и всякие, это для супа было. Советская власть она так выкидывала, что-то. Говорят, что вы советскую власть не любите? Конечно, что ее любить-то? Вот, ну, вот такой суповой набор они готовят. И арифметика нам здесь не поможет. Видимо, нет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!